Происходит то, что мы попали Совершенно новые условия Карантин нас в них загнал Эти условия по-разному повлияли на разных людей В зависимости от того, где они работали И насколько они вообще Оказались гибкими Женя, минуточку Ты уже начал так быстро Рассказывать, а я хотела сказать Нашим участникам, что сейчас у нас выступает Замечательный спикер Евгений Виноградов И он расскажет нам про Атлас новых профессий Как разобраться, кем быть через 10 лет Это очень животрепещущая тема И Женя уже начал рассказывать Вам быстрее, куда мы пойдем Что мы получим И коллеги Перед вами Евгений Виноградов Замечательный руководитель Атлас новых профессий И Женя, тебе слово Мы рады тебя приветствовать На нашем зале Хокин Спасибо, что я действительно Пошел быстрее, но тем не менее Все, как я и сказал Мир поменялся И Так, я не вижу свои Вот, все, вижу Мир действительно поменялся И можно просто поглядеть на то Как разные люди Оказались в этой ситуации Что с ними произошло Вот Так, слайды действительно куда-то побежали Сейчас я их верну Вот Ну, людей можно, так сказать Разбить на 4 категории Это вначале тех У которых ничего в жизни не поменялось У них как не было работы Так ее и нет Это левый нижний угол Ну, про них говорить не очень интересно Просто потому, что мы говорим О тех, кто работает О тех, кто на самом деле Находится в институте труда Чуть выше Левый, правый угол Это те люди У которых работа была А сейчас, как бы, они уже не работают Они лежат на диване У них все хорошо Либо наоборот Они в панике бегают Они пытаются разобраться Что делать Потому что зарплату им платить перестали Ну, то есть, можно сказать Что они не очень счастливы На самом деле Те, которые лежат на диване И либо смотрят сериалы Либо изучают какие-то языки Пока есть свободное время Они тоже находятся Не в самой хорошей ситуации Потому что сейчас Уже многие работодатели Начали понимать Что просто так платить деньги Это не самая хорошая идея И уже начинают их выталкивать В ситуацию Когда необходимо работать Но уже это происходит Не по их желанию А фактически В какой-то степени в насилии Правый нижний угол Это те люди Которые, можно сказать, угадали Они заранее знали о том Что будет происходить Они, конечно, не знали о том Что действительно будет карантин Но они понимали Что наш мир движется В сторону онлайна Наш мир движется К какой-то удаленной работе Они уже заранее учились Работать где-то на удалении Не в офисах В кафе, может быть На природе, на отдыхе И сейчас у них все хорошо Потому что они ориентируются В этих онлайн-инструментах Потому что они на самом деле Вошли, так сказать, заранее В тот мир В который мы все вместе Вошли с началом Вот это вот Самоизоляция И карантина И они, можно сказать, на коне Они чуть-чуть видели вперед У них вот это вот Форсайтное мышление Было развито У кого-то осознанно У кого-то не осознанно И самый интересный Это правый верхний угол Это те люди Которые на самом деле Имели все шансы Попасть во вторую категорию Лежать сейчас на диване Или грустить По поводу того Что делать нечего Работы нет Но они оказались Настолько гибкими Они за счет чего-то Смогли настолько быстро Перестроить вот эту вот Свою деятельность Изучить эти инструменты Перестроить свое рабочее место Как-то сорганизоваться И в итоге сейчас У них на самом деле Все уже хорошо Вот Причем многие Судя по постам в Фейсбуке Работают даже больше Чем они работали До того Как мы все оказались Запертые по домам Мир на самом деле Будет продолжать меняться Он будет меняться Все дальше Все быстрее И поэтому Если мы не хотим Оказаться в левой части Если мы не хотим Остаться без работы При каждом следующем изменении Нам надо понимать Что же с этим делать И когда я В свое время Поступал в институт Ну например Сотовый телефон Это был просто элемент Очень высокого статуса Зато у всех дома Сняли городские телефоны Но по звонить С мобильного на городской Было очень дорого Сейчас мы достаем телефон Мы смотрим там видео Мы играем там Какие-то игрушки Вполне возможно Что кто-то сейчас Смотрит на меня С телефона Это потоковое видео Это абсолютно то Что нельзя было Даже представить себе 15 лет назад И это происходит Во всех сферах Все быстрее и быстрее К этому надо быть готовым Надо понимать Что же делать Когда снова произойдут Какие-то такие Глобальные изменения Как оставаться в обоих Что для этого надо делать Ну в первую очередь Надо все-таки понимать И куда же этот мир движется Есть набор мегатрендов Огромных таких Может быть потоков Тектонических изменений Которые все время Воздействуют на наш мир Надо понимать Куда они нас двигают В первую очередь Это конечно Тренд автоматизации Это про роботы Про алгоритмы Про скрипты Которые будут заменять людей На скучных однообразных работах То есть Если вы в какой-то момент Понимаете Что вы делаете что-то Одно и то же В течение всего дня Ну скорее всего Это может делать робот Возможно уже сейчас Здесь же беспилотники Здесь же бухгалтерские программы Нейросети Считающие статистику И так далее И так далее И так далее Даже видеокамеры наблюдения Которые присылают вам штраф За то, что вы превысили скорость Это фактически тоже Робот, который выкинул человека Человека с палочкой Который занимался Ровно тем же Второй тренд Это цифровизация Все больше и больше продуктов Уходит в цифровую среду В виртуальный мир В мир данных Количество данных Растет просто невероятными темпами В геометрической прогрессии Уже до коронавируса Каждый россиянин проводил в интернете В среднем порядка 7 часов в день То есть это каждый второй час Из своего дня Из своих суток В виртуальном мире появляются Свои новые продукты Свои деньги Практически это новый отдельный мир Который проникает в наш С этим тоже приходится как-то жить Тренд глобализации Несмотря на то, что сейчас Вроде бы как Мы все сидим по домам И перестали друг в другу ездить На самом деле мир стал еще более глобальным Потому что Ну сейчас нету никакой проблемы Точно так же, как я общаюсь С человеком из соседнего дома Общаться с человеком С соседнего континента Просто потому, что мы точно так же Общаемся через Zoom Через Skype Через какие-то мессенджеры Вполне возможно, что сейчас Салон смотрят люди Из Канады, из Австралии Из Южной Африки У них нет абсолютно никакой проблемы Кроме может быть знания языка И то у нас Есть большое количество Онлайн переводчиков Как минимум на Ютубе Могут появляться скрипты На любом языке То есть на самом деле Мир действительно становится Все более и более глобальным Это продолжится Это никуда не денется И поэтому Первый совет для тех Кто сейчас думает О том Кем же быть в будущем Да, как все время Находиться в этом будущем На коне Это Планировать себя Исходя из того Каким мир будет Не из того Какой он есть сейчас В тот момент Когда вы выходите На рынок труда В тот момент Когда вы становитесь Специалистом Ищим работу Будет это через год Через те Через пять Через десять Надо понимать Что будет тогда Потому что мир Может быть совершенно другим И это Безусловно Надо понимать Читать отчеты Слушать футуроводов Многие из них Кстати Давно уже предупреждали Что эпидемиологическая опасность В настоящее время Она уже более актуальна Для человечества Чем например Опасность ядерной войны Просто потому что Вероятность ее Значительно выше Что мы собственно И наблюдаем Ну и как же Удалось Выкрутиться тем Которые были В правом верхнем углу Которые сделали Тот самый джух Которые очень быстро Перестроились Оказалось Что Они обладали Рядом навыков Которые в новом мире Становятся Зачастую Гораздо более важными Чем навыки Выполнения Какой-то конкретной работы То есть Это некие Общие навыки Так называемые Профессиональные Они же soft skills Про которые на самом деле Очень много говорят Но я напомню Это навыки Коммуникации Навыки критического мышления Безусловно Навык работы В условиях Неопределенности Сейчас он стал Просто одним из Наиболее актуальных Стрессоустойчивость И так далее Умение быстро Сориентироваться В новом Поменявшемся мире И суметь Поменяться вслед за ним Ну фактически Это такое Предпринимательское мышление В широком смысле Предпринимательство Не человек Который просто Рабатывает деньги Человек Который может Предпринять Создать что-то Сделать некий поступок В неожиданной ситуации И В этой ситуации Вот именно В этом новом мире Когда необходимо Все время меняться Навык Именно поиска Своей карьерной Траектории Самостоятельно Он становится Чем-то Средним Навыку Спортивного ориентирования Сквозная компетенция Которая должна Идти за нами Всю нашу жизнь Ну то есть Это фактически Аналогично тому Что мы оказались В лесу Нам надо из этого В лесу выйти Выйти из него Живым Здоровым И желательно Еще завоевать приз Да То есть там Первое, второе, третье место Возможно Какую-то награду Что для этого Надо делать Ну во-первых Надо в лесу Ориентироваться Надо понимать Что ждет за поворотом То есть как раз Вот этот взгляд Будущее Смотреть туда И понимать А что же будет Потому что Если у нас нету Карты леса Ну довольно тяжело Из него выйти А во-вторых Надо запастить ресурсами Знаниями Навыками Умениями Причем Желательно теми Которые настолько же Универсальны Как вода Ну если у нас В лесу нет воды Если там Допустим Ручейки пересохли Ну в какой-то момент Нам скорее всего Станет очень-очень грустно И мы не будем думать О том Как нормально выйти Мы будем думать О том Как выжить Безусловно Этими навыками Умениями Тоже надо запастись Это именно Про те самые Соцкиллы Можно уметь Рассчитывать свои силы Огромное число Людей сейчас Сидя по домам Работают с 8 утра До 11 вечера И не выполняют Больший объем работы Просто потому Что они не умеют Структурировать В свое время Они не умеют Четко отделить Работу от отдыха Когда За них Это не сделала Среда Это важно В новом мире Мы все чаще Будем оказываться В таких условиях Когда работа И отдых Сливаются Надо Безусловно Себя балансировать Нужно уметь Убегать от медведя То есть Предвидеть опасности Которые готовят На мир Уметь Минимизировать Риск Укровения С ними Или хотя бы Ущерб Нужно Не бояться Менять маршрут Уперевшись Убов с тела Убов с тела Надо сказать Окей Я пойду В другую сторону Там тоже интересно Не надо пытаться Ее пробить головой Надо быть гибким Нужно Вжать с собой Компас То есть Все время Сверяться Читать Те же отчеты Футурологов А куда Меняется мир Ну и надо Тренироваться Мы В ходе Мир Когда Получить Диплом В 23-25 лет И больше Никогда не учиться Это становится Уже невозможно Тот самый Лайфланд Глоринг Обучение В течение всей жизни Это действительно То, что нас всех ждет Кем же быть Через 10 лет В первую очередь Надо быть тем Кем на самом деле Хочется быть Мы в Абласе В последнем Который вышел В январе Мы туда записали 355 специальностей По 28 метров Мы уверены Что в том или ином виде Все эти специальности Появятся Но самое главное Что там есть Образ будущего Которое нас всех ждет И самое главное Это понять В какой точке Этого будущего Ты хочешь находиться В каком Кем ты там хочешь быть Для того Чтобы быть счастливым Просто потому Что если работа Не по душе Ты не будешь В ней развиваться Ты не сможешь Стать в ней Профессионалом И в итоге Когда мир снова Поменяется Эта работа Может стать Неактуальной Выяснится Что ты не набрал Новых навыков И в 35-40 лет Выходишь на рынок труда И конкурируешь С молодыми Догорящими У которых полно энергии Ты мог их превзойти За счет опыта Но этого опыта Ты не набрался Просто потому Что работу Ты делал без огонька Потому что Тебе не нравилось Ну и Не умея сказать Кем быть Конкретно тебе Конкретно Тому человеку Который смотрит Сейчас Этот стрим Я все-таки могу сказать Куда стоит поступать Уже сейчас В открытом доступе Лежит огромное количество Лекций Ведущих университетов Огромное количество Онлайн курсов И поэтому Знание Теорию Гораздо эффективнее Получать Именно оттуда Именно открыв интернет И обучаясь У лучших профессоров Планеты У тех Которые прекрасно Понимают Где вот этот Стейпом за Где вот этот Передний край науки Эти лекции Прекрасно упакованы Это отличный Образовательный продукт И Именно в этой точке Конкурировать с ними Очень мало Вузов Действительно могут Особенно какие-то Локальные Наклещить в регионах Но что же Может дать Местный вуз Если вот этот Лекционный материал Перестает быть Его каким-то Какой-то ценностью За которые Куда действительно Приходят Это три вещи Во-первых Это кураторство То есть Это возможность Не просто Послушать лекцию Не просто решить Какую-то стандартную задачку Но учиться Искать ответ Который в принципе До тебя уже Миллионы людей Искали Уже решали Эту задачу Куратор Человек в вузе Который действительно Хороший профессор Хороший педагог Он может помочь Подумать Вокруг этой задачи Развить мышление Сделать вот этот шаг дальше Подумать о том Хорошо А что же дальше А как же Можно в принципе Думать вокруг Вот этой вот проблемы Искать ответы Которые неизвестны Заранее Второе Это практика Это про то Что в ведущих вузах Всегда есть Лаборатории Стажировки Инновационные центры Система поддержки Стартапов Студент из такого вуза Выходит Не теоретиком Который Что-то выучил Что-то научился Опять же Решать Что-то стандартное Он выходит Оттуда уже Специалистом Зачастую Даже нельзя сказать Что это молодой Специалист Потому что У него может быть Опыт Ну наравне С людьми Которые Лет 10 Уже варятся В профессии Просто если они варятся В менее универсальной среде В плохих вузах Безусловно Тоже этого нет Плохие вузы Не выстраивают Вот эту вот Экосистему И третий Это непосредственно Нетворк Это знакомство Совместное обсуждение Групповое мышление Какие-то идеи И надо понимать Что нетворк Это не та вещь Которая просто берет И появляется Из ниоткуда Это тоже среда Которую Хороший университет Должен выстроить Который должен Сориентировать ее Для того Чтобы Вот это все Заработать Для того Чтобы вот этот Котел кипел Если Университет Это не делает Ну скорее всего На этом Сработать не будет И опять же Это третий критерий Хорошего университета Когда выбираешь Куда поступить Итого Подытоживая Все Весенцы В 7 доклад Три пункта Рецепт того Как искать себя Через 10 лет Во-первых Надо все-таки Понять Какое будущее Нас ждет И найти Какое будущее Вы хотите Строить Как лично Вы Потому что Будущее Нового реактива Можно сказать Ну хорошо Вот это будущее Не настолько интересно Вот этот кусочек Будущего А вот сюда Я прямо хочу Вложить свои силы Хочу вложить Свои усилия Хочу Вкладывать В свое время Чтобы вот здесь Вот в конкретном Работостроение Стало лучше Надо найти себя В этом будущем Вот это Второй пункт Это понять Ну хорошо Вот оно А вот он я А где же я хочу Быть в этом будущем Что же я хочу Так делать Возможно Изучив Те же самые Профессии Запасы новых Профессий Возможно Просто Найдя какой-то Свой путь Потому что Мы не говорим Что мы абсолютно Сделали полную картинку Картинка Конечно Гораздо шире Но тем не менее Найдя себя Надо идти Именно к себе Счастливому К себе Хорошему Профессионалу И третье Это найти Как раз Тот университет Ту среду В которой Можно развиваться Которая Поможет Стать тем Кем хочешь А не просто Открыть череп Положить туда Какие-то знания И закрыть череп Дать на выходе Диплом Очень может быть Что через 10 лет Диплом будет просто Никому не нужен И поэтому Как раз Ценность В нем Полностью исчезет А ценно будет Именно то Что я говорил Умение работать В команде Умение совместно Вариться в этих стартапах Уметь предпринимать Если вдруг Такого вуза Под рукой нет Учитесь через Онлайн курсы Собирайте свою команду Придумывайте Какие-то Интересные Предпринимательские И Главное Начать действовать Ну и Берегите себя У меня все Спасибо Евгений Спасибо большое За твое выступление Вопросов Пока нет Мы их что передадим А также Уважаемые участники Я хотела бы напомнить Если у вас вдруг Подвисает видео Вы уменьшите Пожалуйста Разрешение Внизу вашего экрана И Следующее наше выступление Центр Сириус Дотянуться до звезд Мы вас ждем В нашем зале Хокинг И пока Мы ожидаем Следующее выступление Почтите пожалуйста Нашу виртуальную выставку Московского международного Салона образования Евгений Спасибо большое До скорых встреч До свидания Спасибо вам Продолжение следует... Спасибо